Новый год уже через неделю и многие переменки уже в эти выходные отправятся за продуктами. Какие из них можно и нужно покупать уже сейчас? Поговорим с маркетологом Евгения Керзина. Евгения, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы уже посчитали, на какие продукты из новогодней корзины цена изменилась, выросла, а может и не выросла. Я бы сказала, что у нас очень интересные цифры получились именно в 2019 году. Мы сравнивали цифры с 2016 годом. И получается, что в этом году мы можем даже сэкономить по сравнению именно с 2016 годом целых 10%. Если будем искать акции и очень серьезно отслеживать, в каком именно магазине мы покупаем тот или иной продукт. То есть я правильно поняла, если я просто иду в магазин и покупаю, вот все, что вижу, все, что надо, складываю в корзину, я не сэкономлю. А если я буду ходить по магазинам и искать акции, тогда... Да, вы по 2016 годам сэкономите 10% своего бюджета. Мы называем это так называемым новогодний индекс пермика. И в качестве основы берутся самые ключевые продукты, которые приняты на новогоднем столе. Это зеленый горошек, это мандарины, это шампанское, это ингредиенты для оливье, семга слабосоленая. Ну, такое... Шампанское. Шампанское, коньяк. То есть все, что так или иначе мы привыкли видеть на новогоднем столе. Плюсом ко всему мы туда включаем новогоднюю елку и набор шаров. И сколько такая корзина в этом году? В этом году эта корзина стоит порядка 4700 рублей, почти 4800. Вот. Это по одним нашим данным. Но, например, если мы берем более дорогие продукты, если вдруг вы найдете елку подороже, то тогда ваша корзина может вырасти и до 7 тысяч. Вот. Ну, то есть это средняя цена продукта, это не колбаса, там, люкс, там, да? Это что-нибудь докторское, обычное, какого-то там среднего сорта. Мы брали за основу различные продукты. И, например, была сырокопченая колбаса. И когда мы проводили это исследование, мы смотрели самый дешевый продукт, самый дорогой продукт и находили среднее число. Евгения, давайте поговорим еще про цены. Что сейчас уже стоит покупать? На что вырастут цены ближе к празднику и вырастут значительно? Мы скажем так, что, например, шоколадные конфеты по цене в 2016 году, в 2016 году в этом году выросли на порядок. То есть там рост порядка 154%. А есть ли возможности, какая-то информация, которая говорит о том, что к Новому году они станут еще дороже? Что вот именно сейчас надо пойти в магазин и купить, чтобы потом не переплатить? Ну, вообще-то, если говорить о кондитерском именно бизнесе, то сейчас кондитерский бизнес вроде как по производству на подъеме, поэтому я не думаю, что будет какой-то значительный рост. Но я думаю, что производители не откажутся от дополнительной маржи и, конечно же, цену могут немножко повысить. То есть на что, на мандарины? На мандарины точно вырастет, поэтому если есть возможность сейчас взять, то можно уже брать. В принципе, они достаточно долго лежат и время позволяет. Например, сырокопченую колбасу, если вы берете сразу же в упаковке, не в нарезку, то она тоже достаточно долго вас будет радовать и пролежит. Ну и все, наверное, консервы, это зеленый горошек. Да, пожалуйста, рыба та же самая, ее тоже можно уже взять. А вот, например, овощи нас порадовали в этом году по сравнению с 2016 годом, и поэтому я не думаю, что сейчас будет какой-то значительный рост. То есть овощи в этом году стоят дешевле, чем в прошлом году? Да, да. Мы говорим не о прошлом году, а о 2016. И на некоторые продукты цена снизилась аж в два раза. Например, на те же огурцы. А по поводу шампанского, допустим, вот если брать какие-то вот прямо такие продукты, которые будут стоять на новогоднем столе? Шампанское мы бы тоже рекомендовали сейчас уже покупать. Цена на него выросла. Ну, можно предположить, что ценник может еще подрасти в связи с новогодним уже периодом. Фрукты? Фрукты. Да, тоже будет. Но тут нужно смотреть для того, чтобы они дожили, так сказать, до праздника, до праздничного стола, чтобы для вас это было максимально безопасно. Евгения, спасибо большое, что пришли и рассказали. Я думаю, что многим сейчас эта информация будет полезна, и многие уже соберутся в магазин и поедут за продуктами. А я напоминаю, что мы обсуждали стоимость новогодних продуктов. Вырастут они ближе к празднику или нет? И что стоит покупать уже сейчас? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова